С Благословенной Пятницей, Уважаемые Единоверцы! Хвала Всевышнему Аллаху, Единому Богу и Господу, сотворившему этот прекрасный мир, даровавшему жизнь Адаму и Хаве и нам, их прямым потомкам, живущим сегодня на земле. Всевышний предопределил наши судьбы и сроки жизни, записал наше деяние и поделил между нами пропитание и имущество, а также создал смерть и жизнь, чтобы испытать нас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Несмотря на бесчисленные милости Творца, непрерывно сопровождающий нашу жизнь, мы периодически сталкиваемся с различными тяготами и испытаниями. Всевышний в Коране говорит. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых! Обратившись к истории великих пророков и праведников, упомянутых в Коране, мы не обнаружим ни одной выдающейся личности, чтобы на ее долю не выпало каких-либо испытаний. Саад ибн Абул-Вакказ, да будет доволен им Всевышний, сказал. «Я спросил посланника Аллаха, какие люди больше всех подвергаются испытаниям?» Он ответил, «Пророки, а затем им подобные. Человек будет испытан своей религией, и если он будет стойким, усилятся его трудности, если же он проявит слабость, то он будет испытан по мере его религии». В жизни часто бывает, что выпадающие на долю человека испытания воспринимаются им как нечто несущее в себе зло, хотя в последующем он осознает, что в этом было для него благо. К сожалению, не у всех есть такое понимание и осознание, а ведь верующему достаточно вспомнить слова Всевышнего. «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и, быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете». Каждое испытание имеет определенные пределы, нужно лишь запастись терпением. Истинно верующий непоколебим во время испытаний, его сердце устойчиво, и он никому не жалуется на свое положение. Мусульманин знает и всегда помнит о том, кто его испытывает, о том, кто обладает совершенными атрибутами и такими прекрасными именами, как справедливость и безграничная милость. Мусульманин также знает о бесценной награде, за проявленное им терпение и об облегчении дел после прохождения каждого жизненного испытания. А тем, которые проявляли терпение, мы непременно воздадим награды за лучшие из того, что они совершали. Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы. Да поможет Всевышний нам и нашим близким на примере великих пророков и праведников пройти достойно все жизненные испытания. Да причислить Всевышний Аллах на отскисту его праведных рабов, обладающих Сабрун-Джамиль прекрасным терпением. Аминь. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и его благословения. Московский Исламский Колледж Теологии и Права приглашает служителей на обучение в Медресе в новом учебном году. Дни открытых дверей пройдут 4 и 5 сентября 2021 года. Все желающие смогут посетить учебное заведение, познакомиться с преподавателями и подробнее ознакомиться с образовательной программой. Мы искренне ждем вас и будем рады знакомству. Подробности можно узнать по ссылке в описании.